РАДПЕРИСКОП МАЙКИ РАДПЕРИСКОП МАЙКИ РАДПЕРИСКОП МАЙКИ РАДПЕРИСКОП МАЙКИ РАДПЕРИСКОП МАЙКИ Я все детства мечтал сломать интернат, чтобы мне не грозили с ним. У тебя будет тур с Локимином? Слушай, у меня будет фит с Оксишопом. Сука. Так, это интересно. Сука, я пил водичку. Я просто не знаю даже, что посерьезнее придумать, чем фит с Оксишопом. Все, мы сломали интернет, часть 2. А как ваш фит будет называться? Как наш фит будет называться? Назовите фит Данженс. Не, он будет 0,20, Дагестан 0,5. Дагестан 0,5? Причем 0,5 это объем. Это объем. Извините. Ты понимаешь? Блядь. Понимаешь, Ильдар, насколько жизнь охуенная у нас. Просто 1300 человек смотрит, как мы несем хуйню просто. Да, сидим в отелях. Ты сидишь, пьешь воду, я лежу. Просто, блядь, что за время, чтобы жить, блядь. Блядь, вон зато люди пишут, я гей. Вова написал, что он гей. Вова, ты молодец. Главное, что ты признаешь таким, как сейчас смешно пролагал у меня, типа трансляция с Ильдаром, плюс 500 с полае, мулае в комментарии. Я зашел под клип, под этого, там 95% русских комментов. Я начал гордиться нашей страной. Блядь. Интернет обрушен просто русскими, русскими хакерами. Но, как говорится, о мертвых либо с полае, либо мулае. Ты что, привезешь мне подгоны-то с Бангкока? Да. Бангкок это мое нормальное агрегатное состояние полгода стабильно. Блядь, я знаю, что привезти. Мы сейчас шли по улице, и тут продается подвесной член. О, так. Его можно повесить куда угодно. Слушай, знаешь, еще что, не забудь обязательно? Те журналы с азиатской порнухой. Это мы в Китае покупали, бля. Точнее, в Гонконге. Здесь стопудово что-нибудь тоже есть. Стопудово, Бля, посмотри по-братски. Я? Я тебе, вернешься в Питер, я тебе даже наркотики куплю, чтобы мы сели и посмотрели. Кто привезти, как право. Бля, я на Куриной, что ли, был? Нет. Ильдар, смотри. Ильдар, ты был не на Куриной. Ты не курил в тот день. Да нет. Я слышал, что марихуана память ухудшает. Я... Ладно. Не помню такой хуйни, да? Давай еще вот откровенную еботу какую-нибудь пообсуждаем. Вот тысячи человек потратят жизнь и внимание сейчас на вот эту хуйню. Я посмотрел фильм «Богемская Рапсодия». Ты смотрел его? Неа. И че, как? Ну, короче, знаешь, да, неа, он прикольный, интересный, типа, там, клевые детали, интересно посмотреть, есть прям пиздатые цитатки, знаешь, вот это вот все, он мотивирующий. Но я, знаешь, что понял? Если быть геем, то можно умереть от спида. Поэтому братан, братан, там в комментах чувак писал, что он гей, будь аккуратный. Да, мы беспокоимся о тебе. И не давай, и не трахайся с тольятинскими и самарскими пидорами, я слышал там вичухи дохуя. Мы когда приехали первый раз в концерт давать в Самару, в Самару нас организаторы предупредили, что пацаны, бля, здесь будьте аккуратны. в плане гейства. Да, типа. Пацаны, в любом другом городе, но не здесь. Да, да, да. Здесь как бы... Я хотел думать именно в Самаре. Сука. Блядь. Слышишь, она же могут забанить за гомофобию сейчас. Нет, быть геем это хорошо. Ресторатор писал вчера в Твиттер, что он сказал, что какой-то пост сделал, что-то связанное со словом пидора, ему удалили публикацию. Такое бывает. Инстаграм вообще очень много банит. Я же выложил, короче, пост, где меня хуесосит школьник, типа, чмо, лох, кому-то нахуй усрался, и я выложил две фотки этого школьника. Он там такой, блядь, знаешь, стоит нагаченный, блядь, такой палка нахуй, стоит, мускулы показывает. Я просто выложил, это удалили. Потом я как-то выкладывал во второй Инстаграм фотографию произведения искусства, между прочим, охуенного фотографа, где голая бабушка поднимает руки. И так получилось, что мой кот лег на эту хуйню. Инстаграм мне вообще на месяц заблокировал аккаунт. Охуеть. За голые сихи старухи. Жестко. Зазрелую грудь, так сказать. Да. Потом у меня была, короче, сториз, где я в Абудабе в аэропорту говорю, типа, вот подошел мужик, работник аэропорта и сказал, что мне нельзя сдвигать два кресла в одно, ненавижу арабов. Мне удалили и написали, что я, короче, разжигаю ненависть. Охуеть. Да. Инстаграм очень такой супер, супер лояльный ко всему. Бля, заебись, быть ноунеймом, можно всякую хуйню нести, инстаграм не банит. Подготавливай теракт дома. Да. Зашел. Ну вот с тобой теракт хуй подготовишь вот так вот. Блядь, сори. С тобой только фиты с Оксишопом готовить, блядь. Блядь, давай подготовим теракт в ТикТоке. В моем ТикТоке. Давай подготовим теракт в ТикТонике. В ТикТонике я это уже теракт. без музыки не получится. Это будет бомба. Можно в Перископе теракт подготовить, я думаю, вообще нормально. Блядь, а было же, ну, а, нет, были жесткие истории же с Перископом, да, были. Я у себя в городе смотрел столько интересного в Перископе. Да, это же охуенность. Крязные вписки, еблю, плюющих студентов, чё я только не смотрел в Перископе. Это одно время, ну, типа, когда Инстаграм эфира не сделал, Перископ вообще вот именно вывозил тем, что там такую мразь можно было увидеть просто. Было охуенно, что ты по карте можешь смотреть. Да, 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 просто так, посмотри в ублюдках моего города, чё сейчас ты делаешь. Короче, знаешь, как мы делали? Знаешь, как мы делали? А? Мы заходили в свой Перископ и говорили, типа, йоу, народ, сейчас мы поделимся трансляцией, типа, любой, рандомной. Вы должны туда зайти и скинуть вот этот номер телефона и писать, что, типа, это РУ-ТВ и вы выиграли, вас выбрали для передачи. И, короче, мы заходим к каким-нибудь тёлкам или ещё к кому-нибудь, делимся их трансляцией, там же можно было так делать. К ним заходят, типа, пятьсот тысяч человек и скидывают номер. Они звонят, и мы берём трубки. Алё, это Гарик Мартиросян, вы выиграли тысячу долларов, но для начала вы должны ответить на викторину. И они такие, блядь, Гарик Мартиросян, ебать! Я даю трубку. Кореш, он такой, привет, малышка, это Егор Крит. Он такой, да, блядь! А там, типа, девочки, лет 25, там 23, и мы там викторину проводим и угораем. Это был просто разъёб. Это та история, когда там надо быть. Мы и ещё тысяча человек вместе с нами, которые были в эфире, просто умирали, блядь, со смеху. Это был лучший, вообще, лучший перформанс, который мы делали когда-же. Да, ништя хуйня. В инстаграме, в инстаграме только Америка, смотри, как американские рэперы ссорятся друг с другом. И записывать фит с Оксишопом. Да, как раз слушай, как Карди Би рассказывает, что когда она пьяная, она может вместе с яйцами хуй заглотить. О, блядь, клёво. Я видел, я видел кусок трансляции, где она говорила, что она скучает по члену. Я видел кусок трансляции, где её ебёт оффсеты, она это снимает. Ой. Ой. Я пошёл гуглить. Как сформулировать? Братан, у тебя там женщина ведь рядом сидит. Ты сейчас досутишься, и у тебя Бангкок начнётся. Да мы вместе посмотрим. Ян, новый клип вышел, там у чувака из Мигас и Карди Би. Предложи ролевые игры. Карди Би и фианс оффсет претенды то хэв секс он инстаграм лайф. Двадцать две секунды. Двадцать две секунды, Яна, видела? Двадцать две секунды. А я неплох, Яна. А они, между прочим, миггеры. Да-да-да-да. Блять, и правда. Ты заметил, насколько она невозмутима с огромной хуетой просто внутри? Ну, это менталитет чисто. Мой менталитет Лондон против всех. Бля, покупайте шапки. Покупайте шапки блокер в Оксишопе. Блять, это просто разъем. Это рэп. Сейчас, подожди, блять, у меня вообще вся картинка зависла, я ничего не могу смотреть, кроме своего лица в инстаграме. Ну-ка, сейчас я все, я вернулся. Класс, все, я теперь вижу. Эльдар. Да. Ты что, ты специально замер? Блять. Что? Ты у меня завис очень сильно. блять, я зашел в инстаграм, у меня появилась картинка. блять, блять, у меня опять все висит, какой плохой интернет. Эльдар пеник, верни идею клипа. кто из нас зависает? Скорее всего, пожалуйста, спрашивай. А я отключился от Wi-Fi? Говно, жопа. Бизи, глянусь. А? Я не глючу? Бизи глючит? Блять. Напишите в комментах, кто глючит. Глючит ли кто-то? никто не глючит? Мне кажется, мы оба глючит. Или глючит Бизи? Бизи, бизи. Бизи, Бизи, бизи. У меня отрывками просто глаз. Блин, в пикселях весь нахуй. И голос. Вот такая хуйня. Вот весь наш диалог. Че, как дела? Да, блять, до сих пор, что ли? Нет, теперь слышно. Заебись, а так выглядит Фит с Оксишопом просто. Как большой глаз? Смотри, это как будто бы как будто бы оторвали кусочек ковра и спрятали его в вагинку. Блять, забанить, забанить. Не, не, у меня бровь, у меня здесь бровь, у меня алиби, это не влагалище. И хуй. О, заебись. Блять, это же я, скриншот сделаю. Покажи хуй еще. Да, сука. Блять. Блять, нам, слышишь, нам на двоих почти десять. Я какой-то... это постмодернизм. Слышь, я, короче, не могу сделать скриншот, но сейчас случайно сверну инстаграм. Еще раз хуй сделать? Это постмалон, братан. Это постмалон? Блять, это у нас такая сильная...